Принципы, цели отута Международной Ассоциации Трудящихся. Введение в основе истории человечества лежит борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми. В настоящее время это проявляется в наступлении капитализма и государства на трудящийся класс во всех сферах жизни. Капиталисты, предприниматели и политики организуются для москемального продвижения своих интересов. Если мы хотим противостоять им, продвигать наши собственные интересы и создать такое общество, какого мы хотим, нам необходимо преодолеть слабость и дезорганизацию рабочего движения. Чтобы добиться этого, нам необходимо самоорганизовываться в структуру борьбы, которая объединит всех революционных трудящихся всего мира. Действия этой организации должны продемонстрировать, что преодоление капитализма и государства возможно. Такое освободительное не может принять линию тех течений в рабочем движении, которые надеются на гармонию между капиталом и трудом, стремясь к миру с капитализмом и к включению в структуры буржуазного государства. Оно никогда не согласится с течениями, которые пропагандируют существование государства или принципы диктатуры трудящегося класса, враждебные цели максимальной свободы и благосостояния. Для всех. В противовес наступлению капитала и политиканам всех мастей, революционные трудящиеся мира должны создать настоящую международную ассоциацию трудящихся. Каждый ее член будет знать, что освобождение трудящегося класса невозможно до тех пор, пока сами трудящиеся, как производители всех благ, не сумеют подготовиться в своих политико-экономических организациях к владению землей и предприятиями и обрести способность к совместному управлению ими таким образом, чтобы они могли продолжать производство и обеспечивать ход всеобщественной жизни. Руководствуясь таким взглядом и такими целями, трудящиеся должны участвовать во всех действиях, которые нацелены на преобразование общества, всегда стремясь приблизиться к осуществлению наших собственных целей. В этих действиях мы должны продемонстрировать нашу собственную силу, стараясь, путем организации, действия и пропаганды, придать нашему движению необходимые средства, которые позволят ему разбить врагов. Одновременно следует повсюду, где только возможно, осуществлять нашу социальную систему в виде моделей и примеров. Наши организации должны в силу своих возможностей оказывать наибольшее возможное влияние на другие течения с тем, чтобы привлечь их к нашему собственному действию, общей борьбе против всех государственных и капиталистических противников. Мы всегда должны помнить о местных и временных условиях, но сохранять при этом верность целям освободительного движения трудящихся. Принципы революционного синдакализма 1. Революционный синдакализм, опираясь на классовую борьбу, стремится объединить всех трудящихся в боевые экономические организации. Эти организации призваны вести борьбу за освобождение от двойного иго-капитала и государства. Их цель состоит в реорганизации общественной жизни на основе либертарного коммунизма путем революционного действия трудящегося класса. Считая, что только экономические организации пролетариата способны достичь этой цели, революционный синдакализм обращается к трудящимся как производителям, создателям всех общественных благ. Он стремится укорениться среди них и вместе с ними развиваться в оппозиции к современным рабочим партиям, которые проявили свою полную неспособность к экономическому преобразованию общества. 2. Революционный синдакализм – открытый враг любой экономической и социальной монополии и стремится к ее ликвидации путем создания экономических коммун и административных органов трудящихся полей и фабрик, формируя систему вольных советов без какого-либо подчинения любой власти или политической партии. Вопреки политике государств и партии революционный синдакализм выдвигает экономическую организацию труда, противопоставляя власти человека над человеком административное управление вещами. Соответственно, целью революционного синдакализма является не завоевание политической власти, а ликвидация всех государственных функций в жизни общества. Революционный синдакализм считает, что вместе с уничтожением монопольных прав собственности должна исчезнуть монополия господства и что никакая форма государства никогда не сможет быть инструментом освобождения человека. Напротив, государство всегда будет создавать новые монополии и привилегии 3. Революционный синдакализм имеет двойное назначение. Он призван вести повседневную революционную борьбу за достижение экономических, социальных и интеллектуальных улучшений и положения трудящегося класса в пределах существующего общества. Одновременно он стремится подготовить массы к тому, чтобы они оказались в состоянии самостоятельно управлять процессами производства и распределения и овладеть всеми элементами общественной жизни. Революционный синдакализм не согласен с представлением о том, что социальная система, опирающаяся исключительно на производителей, может быть организована просто по декретам правительства. Он провозглашает, что такого общества можно достичь только совместным действием всех работников физического и умственного труда, во всех отраслях производства. Путем управления предприятиями самими трудящимися, таким образом, чтобы каждое объединение, предприятие или отрасль являлись автономным звеном общего экономического организма и систематически регулировали производство и распределение, в соответствии с общими интересами, по определенному плану и на основе взаимного соглашения. 4. Революционный синдакализм противостоит всем организационным тенденциям, которые вдохновляются государственным и церковным централизмом, поскольку те могут служить лишь продлению существования государства и власти и систематическому удушению духа инициативы и независимого мышления. Централизм представляет собой искусственную организацию, подчиняющую так называемые низы так называемым верхам и передающую регулирование дел всего общества в руки меньшинства. Отдельный человек превращается в автомат с запрограммированными движениями и жестами. В централизованной организации общественные ценности подчинены интересам немногих, разнообразие подменяется единообразием, а личная ответственность — единогласной дисциплиной. Поэтому социальная теория революционного синдакализма опирается на широкую федералистскую организацию, то есть, организацию снизу вверх. Соединение всех сил на основе общих идей и интересов 5. Революционный синдакализм отвергает любую парламентскую деятельность и всякое сотрудничество с законодательными органами, поскольку он убежден, что даже самая свободная система голосования не может привести к исчезновению зияющих противоречий нынешнего общества. Единственная цель парламентской системы — придать видимость законности царству. Лжи и социальной несправедливости 6. Революционный синдакализм отвергает все политические и национальные границы, как искусственно созданные, и провозглашает, что так называемый национализм является всего лишь религией современного государства, за которой скрываются материальные интересы имущих классов. Революционный синдакализм признает только наличие региональных или страновых экономических различий, которые ведут к созданию иерархии, привилегий и угнетения всех видов, по мотивам раса, пола, сексуальности или других мнимых или действительных отличий, и требует для любой группы право на самоопределение в солидарном согласии со всеми иными ассоциациями этого же типа 7. По тем же причинам революционный синдакализм ведет борьбу против милитаризма и войны. Он рекомендует ведение антивоенной пропаганды и замену постоянных армий, инструмента контрреволюции на службе капитализма, рабочими ополчениями, которые во время революции будут находиться под контролем союзов трудящихся. Революционный синдакализм требует также бойкота и наложения эмбарго на любые виды сырья и продуктов, необходимых для войны, за исключением тех случаев, когда речь идет о стране, в которой трудящиеся осуществляют социальную революцию и им необходимо помочь в защите этой революции. Наконец, анархо-синдакализм рекомендует предупредительную и революционную всеобщую стачку в качестве средства действия против войны и милитаризма. Революционный синдакализм признает необходимость производства, которое не наносит ущерб окружающей среде, стремится свести к минимуму использования невозобновляемых ресурсов и использует по возможности альтернативные возобновляемые ресурсы. Он считает причиной нынешнего экологического кризиса не незнания, а погоню за прибылями. Капиталистическое производство всегда стремится снизить издержки, чтобы ради своего выживания постоянно увеличивать уровень доходов и не может защитить окружающую среду. В частности, всемирный кризис задолженности усиливает тенденцию к выращиванию коммерческих культур в ущерб сельскому хозяйству, направленному на самообеспечение. Это ведет к разрушению тропических джунглей, голоду и болезням. Борьба за спасение нашей планеты и борьба за разрушение капитализма должна идти рука об руку, или обе они будут проиграны девять. Революционный синдакализм объявляет себя странником прямого действия, он поддерживает и поощряет любую борьбу, не противоречащую его собственным целям. Его средства борьбы – это стачка, бойкот, саботаж и так далее. Наиболее глубоким выражением прямого действия является всеобщая стачка, которая должна в то же самое время, с точки зрения революционного синдакализма, стать прелюдией к социальной революции 10. Хотя революционный синдакализм является врагом любого насилия, организованного каким бы то ни было. Правительством, он отдает себе отчет в том, что в ходе решающих сражений между сегодняшним капитализмом и завтрашним вольным коммунизмом предстоят крайне бурные столкновения. Соответственно, он признает возможным насилие, каковое может применяться как средство защиты от насильственных методов, к которым прибегают правящие классы в ходе борьбы революционного народа за экспроприацию земли и средств. Производство. Поскольку такая экспроприация может быть начата и завершится успехом лишь как непосредственное дело революционных экономических организаций трудящихся, то защита революции также должна находиться в руках экономических организаций, а не какой-либо военной или подобной ей организации, которая создается вне их рамок 11. Только в экономических и революционных организациях трудящегося класса пребывают сила, способная осуществить его освобождение, и созидательная энергия, необходимая для реорганизации общества на основе либертарного коммунизма. Название международной организации «Международный узел борьбы и солидарности», которые соединяют революционно-синдекалистские организации мира, носят название «Международная ассоциация трудящихся» – МАТ. Цели и задачи МАТ. МАТ имеет следующие цели. А. Организовать революционную борьбу и помогать революционной борьбе во всех странах с целью раз и навсегда разрушить существующие политические и экономические режимы и установить либертарный коммунизм. Б. Придать страновую и отраслевую основу экономическим профсоюзным организациям, а там, где они уже существуют, укрепить те из них, которые полны решимости бороться за разрушение капитализма и государства, В. Препятствовать проникновению любой политической партии в экономические и профсоюзные организации и решительно бороться с любой попыткой политических партий господствовать в профсоюзах, Г. Заключать, когда обстоятельства этого требуют и на основе определенной программы, которая не противоречит предыдущим пунктам А. В. Временные союзы с другими профсоюзными и революционными пролетарскими организациями, с целью разработать и осуществить совместные интернациональные действия в интересах трудящегося класса. Такие союзы никогда не должны заключаться с политическими партиями, то есть, с организациями, которые признают государство как систему социальной организации. Революционный синдакализм отвергает классовое сотрудничество, характерными чертами которого является участие в комитетах, организованных по корпоративным государственным схемам, например, в профсоюзных выборах в комитеты предприятий, получение субсидий, наличие профсоюзных чиновников и другая практика, могущая исказить анархосиндакализм, разоблачать произвол и насилие всех правительств против революционеров, сражающихся за дело социальной революции, и бороться с этим произволом и насилием, и изучать все проблемы, касающиеся мирового пролетариата, чтобы укреплять и развивать в одной или нескольких странах движение в защиту прав трудящегося класса, за новые завоевания или для организации самой освободительной революции, с. осуществлять любую взаимопомощь в случае крупных экономических конфликтов и острой борьбы против явных и скрытых врагов трудящегося класса, с. оказывать моральную и материальную поддержку тем классовым движениям трудящихся в каждой стране, руководство которыми находится в руках страновой экономической организации пролетариата. Интернационал вмешивается в дела профсоюза в той или иной страны только если об этом попросит сама организация, член или когда та нарушает общие директивы интернационала. Условия членства ВМАТ могут входить, а. страновые революционно-синдокалистские организации, которые не принадлежат ни к какому другому интернационалу. В каждом случае в стране может существовать только одна секция. Принимаемые секции должны ратифицировать принципы, тактику и цели МАТ и прислать копию своего устава и принципа в секретариат. Интернациональный секретариат МАТ проинформирует секции о происхождении контакта или контактов, которые попросили о вступлении, б. группы. анархо-синдокалистского меньшинства, организованной в составе других организаций, которые входят в другие профсоюзные интернационалы, в профсоюзные, профессиональные или отраслевые организации, независимые или состоящие в страновых организациях, которые не входят в МАТ, если они признают декларацию принципов и целей МАТ, г. любая революционная синдокалистская пропагандистская организация, разделяющая декларацию принципов и целей МАТ и действующие на территории, где нет страновой организации, входящей в МАТ. Поскольку МАТ состоит только из легальных или нелегальных секций, имеющих непосредственно связи в соответствующих странах, то, соответственно, в качестве секции МАТ могут признаны только те эмигрантские группы, которые могут представить секретариату ясные свидетельства того, что они действительно представляют организации, действующие и работающие в соответствующих странах. В любом случае, в одной стране может существовать только одна секция. К потере или приостановке членства могут провести следующие действия – несоблюдение принципов, тактики и целей МАТ, неуплата членских взносов. Если секция не платит взносы в течение года, конгресс должен решить вопрос об утрате членства, в том случае, если секция не участвует в конференциях и конгрессах интернационала, не отвечает на послания секретариата МАТ и секций, не приводя никаких объяснений. Прием и утрата членства должны осуществлять на конгрессе МАТ. Секция может выйти сама в период между конгрессами. Решение о приостановке членства должно приниматься пленумом или конгрессом на основе предшествующего предложения, или референдумом, если так было решено на пленуме или на конгрессе. Членство секции может быть приостановлено по причине несоблюдения статутов или действий, идущих в разрез с решениями конгресса или с интересами МАТ. Решение должно приниматься на основе предложения из согласия секций. Членство может быть приостановлено вследствие раскола или в случае неясности, должна ли сохраниться имеющаяся секция, и так далее, в ожидании изучения вопроса комиссии. Если секция находится в проблемном состоянии, не уплачивала взносы в течение года, но конгресс не принял решение о прекращении ее членства, ее членство может быть приостановлено. Приостановка означает, что секция не пользуется правом голоса на конгрессах, пленумах и референдумах и правом вносить приложение. Она сохраняет те же права, что имея дружественная организация, на получение документов, присутствие на конгрессах и высказывание своего мнения. Если секция остается в приостановленном статусе на протяжении определенного периода времени, конгресс сможет изменить ее статус на статус дружественной организации, на основе внесенного предложения. Международные конгрессы международные. Конгресс и МАТ проводятся, по возможности, каждые три года. За достаточный промежуток времени перед конгрессом секретариат запрашивает секции о том, какие темы и вопросы они считают нужным обсудить на конгрессе. Затем секретариат составляет повестку дня, которая вместе с представленными предложениями рассылается организациям, входящим в МАТ, не позднее, чем за шесть месяцев до конгресса. Каждый пленум и конгресс записываются, и протоколы составляются как можно более точно. Протоколы подлежат утверждению секциями. Договоренности и резолюции, принятые на конгрессах, являются обязательными организаций членов, за исключением тех случаев, когда эти организации отклоняют решение Международного конгресса посредством резолюции странового конгресса или референдума. По настоянию, как минимум, трех страновых организаций членов, интернациональная договоренность может быть вынесена на пересмотр путем общего референдума во всех секциях. На конгрессах и международных референдумах референдумах каждый профцентр имеет по одному голосу, однако прежде чем прибегнуть к голосованию, рекомендуется попытаться прийти к единогласию. Переход членов в рамках интернационала каждый член организации, входящий в МАТ, уплативший свои взносы, но проживающий в иной стране, чем та, где он был записан в качестве члена, должен не позднее, чем через месяц после приезда, оформить свой переход в соответствующую страновую организацию члена МАТ. Переход должен быть одобрен этой региональной организацией без каких-либо регистрационных взносов. В случае вынужденной массовой эмиграции вступление является добровольным, если люди принадлежат к эмигрантской организации, признанной МАТ. Секретариат для координации международной деятельности МАТ, получения информации и организации информационного обмена относительно пропаганды и борьбы во всех странах, наилучшего осуществления резолюций международных конгрессов и обеспечения всей работы МАТ избирается секретариат, состоящий минимум из трех членов от одной или более секций. Секция или секция, которые или которые выполняют функции секретариата, выбираются конгрессом или международным референдумом. Обычно секретариат организуется одной из секций, однако эти задачи могут быть разделены. Генеральный секретарь, казначей и иные члены избираются теми, кому доверен секретариат. Члены секретариата распределяют между собой работу и задачи. Они могут также делегировать определенные задачи другим секциям. Члены политических партий не могут выполнять никакие ответственные функции в МАТ. Секретариат избирается, как было сказано выше, на период между двумя регулярными конгрессами. Одни и те же секции или секции могут выполнять мандат секретариата не более двух сроков подряд. Секции, которые получают функции секретариата, должны меняться. Секретариат может быть вновь передан секции, которая ранее выполняла эту функцию, только через определенный период ротации. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, когда Конгресс не может избрать новый секретариат, необходимо прийти к договоренности о мерах, которые необходимо будет принять. Секретариат не получает никакой платы за работу или персонального вознаграждения за выполнение своего мандата. Секретариат обязан предоставлять МАТ периодические финансовые отчеты. Он отвечает за рассылку письменной корреспонденции всем секциям и дружественным организациям из-за хранения надлежащего архива этой корреспонденции. Он должен составлять письменные отчеты о своей деятельности за период между Конгрессами и Пленумами. Отчет должен быть представлен заблаговоренно, чтобы секции члены смогли ознакомиться с ним до Конгресса или Пленума. Одновременно секретариат представляет и рассылает секциям финансово-административный отчет. Конгресс и Пленум назначают комиссию, которая во время заседания Конгресса и Пленума проверяет состояние счетов. Вице-секретарь от вице-секретарь избирается также Конгрессом или референдумом. Ему дается мандат только на то, чтобы служить в качестве замены секретариата в том случае, если тот оказывается полностью недеоспособным или отозван секциями. У него нет мандата на то, чтобы представлять МАТ или осуществлять какую-либо иную функцию, если только речь не идет о задачах, делегированных ему секретариатом. Отзыв в секретариат может быть отозван путем референдума секции МАТ. Для того, чтобы инициировать референдум, необходима поддержка предложения не менее чем тремя секциями. Если предложение поддерживается тремя секциями, должен быть незамедлительно объявлен референдум, и у секции есть 90 дней для проведения голосования. В том случае, если секретариат не начинает процесс проведения референдума в течение недели после того, как предложение было поддержано третьей секцией, это должен сделать вице-секретариат. В случае отзыва секретариата, вице-секретаря должен выполнять его функции вплоть до проведения следующего конгресса. Вице-секретаря должен заменить секретариат в следующих особых обстоятельствах, в случаях политических репрессий, арестов, войны и иных форс-мажорных событий, которые делают невозможным выполнение мандата. В этих случаях секретариат считается не отозванным, а замененным. Если это возможно и осуществимо, секретариат может позднее быть возвращен данной секции, если секретариат не функционировал на протяжении более чем трех месяцев, не отвечал на корреспонденцию и звонки, не выпускал бюллетени или не проводил должным образом конгресс или пленум, без каких-либо причин или договоренностей, вызвав задержку в организации мероприятия на более чем три месяца, вице-секретаря должен взять на себя выполнение функций секретариата для того, чтобы обеспечить должную работу МАТ. Принимая на себя эти обязанности, вице-секретаря должен проинформировать секции и представить предложение об отзыве секретариата посредством проведения вышеуказанного референдума. Финансы для того, чтобы МАТ могла осуществлять и укреплять свою международную деятельность и поставить свою письменную пропаганду на солидную основу, чтобы иметь возможность регулярно издавать свои периодические издания, чтобы она могла принимать участие во всех проявлениях жизни революционного синдакализма в различных странах, чтобы дать ей возможность революционного синдакализма в тех странах, где наши идеи и тактика мало представлены, и, наконец, для того, чтобы МАТ могла незамедлительно и удовлетворительным образом отвечать на призывы к солидарности, которые могут быть обращены к ней, каждый член организации, входящий в МАТ, должен уплачивать ежемесячно в качестве международных взносов по 1 доллару США или эквивалентную сумму в национальной валюте, с учетом обменного курса в соответствующих странах. Для секций, находящихся в тяжелой ситуации, взносы устанавливаются по договоренности с остальной МАТ. Каждая секция члена МАТ самостоятельно определяет процедуру взимания взносов со своих членов. Для тех секций, которые этого пожелают, у МАТ имеется специальная марка для склевания в членские билеты. Секция член пересылает свои взносы в МАТ раз в три месяца. Издание секретариат выпускает издание, которое должно выходить как можно чаще. Желательно, чтобы каждое периодическое издание, выпускаемое организациями, входящими в МАТ или симпатизирующими ей, отводило на своих страницах специальное место для информации от МАТ, призывов к солидарности и пропаганды в целом, пропагандистские брошюры, предназначенные, прежде всего, для регионов, где у нашего движения нет страновых секций, любые иные издания, периодические или не периодические, о которых решат Конгрессы. Настоящая редакция статутов была утверждена чрезвычайным Конгрессом МАТ 27 июня на две